Эдуард Вениаминович, давайте сразу начнем с последних событий и сообщений, которые приходят из Славянска, из Краматорска. Там в небо поднялись несколько вертолетов, открыли огонь по силам самообороны, которые находились возле аэродрома. После этого пролетел истребитель. По разным сообщениям два человека ранены, по одним из них, по другим от 4 до 11 убиты. Это приказ, который отдал Киев, на ваш взгляд. Это в первый шаг сделан, или это здесь просто такая, у кого-то не выдержали нервы именно вот там, в Краматорске? Да, я полагаю, что это последствия Киевского приказа. Эти товарищи спешат стать военными преступниками, не терпятся. Вот они взялись за дело. Ну что, это война, гражданская война, начало ее. Собственно, к этому все шло. Сейчас надо, чтобы Россия, если она не хочет брать Восточную Украину к себе, то хотя бы дала бы оружие. Я надеюсь, что не афишируя русские светслужбы, может быть, уже и поставляют какое-то оружие. Хорошо бы, во-первых, нужны зенитные установки, самые простые. Гранатометы надо давать. Вообще, гранатомет очень эффективное оружие. Мы все убедились в этом во время войны в Чечне. Я, честно говоря, не вижу у Украины какие-то силы для такого, знаете, массивного вторжения, там, каких-то огромных колонн. Я думаю, это все равно остается на уровне карательных экспедиций, только теперь уже с применением еще и армии. Вот будут наскакивать, бомбить. Я, кстати, почему-то думал, когда была, начиналась эта ситуация в Крыму, я думал, что они, я имею в виду, киевские власти, начнут бомбить Крым выборочно так. Ну, видите, прошло несколько месяцев, вот они бомбят Краматурский аэродром. Вообще, я говорю, они спешат стать военными преступниками, и уже стали. Поскольку ситуация все-таки удерживалась, несмотря на захват вот этих городов Донецкой области, по-моему, 9, кажется, в общей сложности захватили, но там ведь жертв-то не было. В крайнем случае были какие-то там столкновения, не кончавшиеся трупами, а тут трупы, ну вот, они сейчас себе наработают на ненависть всеобщую восточной Украине и южной. Я полагаю, что желаемого результата они не достигнут. Это, наоборот, подхлестнет восстание, и люди уже по-настоящему хоронить товарищей, это очень тяжело, вы знаете, и это поднимает, одновременно поднимает дух. И хочется отомстить, и мне кажется, что вот сейчас, напротив, вспыхнет восстание еще сильнее. Вот, я думаю, мы в этом убедимся. Но это первый шаг, или со стороны, если уговорить от приказа Киева, то последуют новые приказы? Да, ну, слушайте, эти люди давным-давно решились на... они приняли какие-то решения. Ну, кончится это тем, что мы увидим их где-то, в сосновых гробах, скорее всего, всех этих и Турчинова и прочего. Потому что мое мнение, что две трети Украины, и украинцы, и русские равно, ну, ненавидят эту новую власть. Ну, ненавидят. Она с самого начала начала не так. Она противопоставила себя людям. И это... в этом основная их ошибка. Может быть, где-то в это... не знаю, там, в Ивано-Франковской области кто-то им и аплодирует. Но мы же с вами не живем в Ивано-Франковской области. Это конченые люди. То есть, висельники. Такое. Конец. Решились. Ну, все. Военные преступники. В наших глазах они военные преступники. Ну, Запад, а что нам Запад? Мы не Запад. Вот. Мы Россия. Ну, вот эта ситуация сегодняшняя, она как-то изменила серьезно, стратегически? Ничего она, собственно, не изменила. Я думаю, что сейчас, если все будет правильно, и население Восточной Украины не испугается, будет продолжаться тот же процесс. Ну, предположим, они будут захватывать там Славянск, там Краматорск. А люди захватят пророссийские силы, захватят еще какие-то города. И так будет вот такая. Из одной они выбьют. Для того, чтобы оккупировать Украину, даже немцам это не удавалось. И для того, чтобы оккупировать даже этот регион, Харьковская область, Донецкая, Луганская, там живет 10 миллионов человек. Как они собираются контролировать 10 миллионов человек, которые теперь глядят на трупы и понимают, что ничего хорошего им ждать уже не приходится. Раньше хотя бы была бы какая-то, ну, какой-то шанс, что, может быть, они уступят и позволят провести региональные референдумы. Заметьте, как Турчин хитро или хитро подтасовал вчера еще вот эту проблему с референдумами. Он сказал, что мы готовы провести всеукраинский референдум. Но это ведь не то, от чего хотят люди. На всеукраинском референдуме будет голосовать вся Украина, в том числе и западная, и киевская, и центральная. А они хотят отделиться своим регионом, поэтому их не интересует мнение здесь Киева. Это им жить не в моготу, а как там Киеву, пусть Киев разбирается сам. Поэтому была подтасовка. Эти люди, для меня это не секрет. Я с самого начала это знал. Я, может быть, для людей, которые менее осведомлены в проблеме украинской, им кажется, что была какая-то надежда. А для меня все совершенно ясно. Это избиение кандидата в президенты Олега Царева. Ну, видите, это суд Линча. Набросилась толпа. Мы видели на наших выборах всякое, но такого мы не видели. О чем эти выборы, если избивают кандидатов? Эти выборы уже не выборы. Потом, смотрите, они идут в обстановке... Война идет. Уже идет война. Они собираются в мае проводить выборы. В середине апреля они начали войну. А какие выборы, когда идет война? Что, она кончится, что ли? К какому там? 31 мая? Да не кончится она к этому времени. Она никогда не кончится теперь. Все. Если Россия не даст оружие... Вот я сижу здесь и говорю, дайте оружие людям. Дайте. Не хотите сами, что называется, в эту историю. Вы опасаетесь? Вам важно, что о вас подумают Париж, Лондон, Брюссель и Вашингтон? Ну, дайте людям оружие. Если не хотите дать оружие, то будут ехать добровольцы из России. Их будет много. С течением времени... Сейчас, дайте, это раскачается маятник. Их будет много. И тогда это уже будет угрожать уже даже и российской власти, между прочим. Потому что эти добровольцы наверняка будут иметь успех, воссоединившись с огромным количеством недовольных на востоке Украины. И вернувшись в Россию, я бы на месте власти подумал бы. Нашей российской власти в данном случае. Надо помогать. Это люди, близкие нам по крови. Это русская Украина не потому, что там живут одни русские, а потому, что она 300 лет жила с Россией. Публицист Эдуард Лимонов. Мы обязательно продолжим через пару мгновений. Публицист Эдуард Лимонов в студии русской службы новостей. Исход, вот, конечно, вы говорите, война теперь будет постоянно. Когда и чем закончатся сегодняшние события на Украине? Будет две Украины, разумеется. Не скоро, вот не завтра. Это уж точно. Будет абсолютно антирусская, злобная западная Украина. Как она там будет называться, мы не знаем. Как там Карпатия, Галиция или что там. Или Киевская Русь. Которую уже, собственно, создали Соединенные Штаты и Европейский Союз. И будет от Крыма через Херсонскую область, включая Одесскую, Николаевскую. И вот эта полоса вдоль западной российской границы. Харьковская область, Донецкая, Луганская. Вот это будет, по-видимому, независимое государство Новороссия. С огромными симпатиями к России. Уже будет. Потому что иного я не вижу. Никакое НАТО туда не пойдет. А если пойдет, то пусть пойдет. Тогда вообще, я думаю, что к нам приедут все те, кто... Все русские на планете вернутся и будут воевать. Нас трогать не надо. Наши интересы, наши национальные интересы. И задевать нас не нужно. Вот это они делают для себя огромную глупость Европы. Если раньше мы их выносили, считали, что они чуть-чуть иные. Они чудные. Вот у них там свои какие-то понятия о России. То теперь мы понимаем, что они просто откровенная сволота и враги. Надо их... Все... Я вот слышу, люди говорят, надо их уничтожать. Это перекос, конечно. Мы не будем говорить там уничтожать. Но надо, чтобы они вернулись в свою... Соединенные Штаты. Пусть возвращаются на свой североамериканский материк. Садятся там в свою собачью будку и сидят. Европа, запятнанная таким количеством преступлений уже за последние 15 лет, тоже пусть заткнется. На санкции их мы начихали. Как-то наплевать нам. Если наши чиновники куда-то не поедут, нас это только радует. Мы невысокого мнения о наших чиновниках. А в какой перспективе, на ваш взгляд, это вот до конца мая? Нет, это вот я, знаете, вы хотите, чтобы ясновидящая... Нет, просто многие говорят, что до выборов надо. Ясновидящая Ванга вам сказала это. Или там Нострадамус вам бы предсказал и сказал там 31-го такого-то члене. Или там 18-го такого-то. Нет, это было бы глупо и нечестно такие вещи говорить. Я вам говорю, вы меня спросили, чем кончится. Я вам сказал, будет две Украины. Одна прозападная, агрессивная, активная очень. Ну, такая уменьшенная Польша, поганая будет. Польша нас ненавидит, вы знаете. Они готовы к тому, чтобы Соединенные Штаты нас забросали ядерными зарядами. Они будут только на это и надеяться, поляки. Вот такая же будет Западная Украина. А, кстати, как вы думаете, они какой-то интерес питают Польшу к Западной Украине? Ну, сейчас они пытаются, прежде всего, пытаются оторвать ее от России. А раз оторвать ее от России, значит, никто особенно заступаться не будет. И я думаю, что в глубине черепной коробки у польских националистов есть это желание вернуть Львов. Они будут поступать по обстоятельствам. Если будет возможность, урвут. Скажем, объединятся с кем там? С Румынией, с Венгрией. И оттяпают какие-то куски при удобном случае. Вот Новороссия, вы упомянули это слово. Хотел вас спросить и про Малороссию. Так как-то вот вспомнился мне древний город Чернигов. И как раз вот и сегодня было сообщение о том, что МИД встревожен нападением на Российское почетное консульство в Чернигове и разгулом русофобского экстремизма. Если говорить вот о несколько неизвестной сейчас нам части Украины, которая там раньше называлась Малороссия, области... Малороссия это немножко, на мой взгляд, немножко такое уничижительное такое название. Ну, как бы младший брат. Я бы не стал никого так называть, потому что вот Новороссия звучит лучше. И это действительно так были названы еще при Потемкине, который отвоевывал вот эту часть Украины и потом Таврию, за что и получил от императрицы звание Потемкин-Таврический. Вот они называли вот эти и Одесскую область, и то, что мы сейчас понимаем под востоком Украины. Это все называлось Новороссия. И сейчас это название не я его придумал, но вернулось само собой. Потому что как-то же надо называть эти области. Если называть их только Донбасс, это немножко суживает размах вот этого восстания. И юго-востоком тоже как-то это по отношению сразу же какой-то бывший предаток Украины получается. А вот Новороссия – хорошее старое название, которое опять пробивается в мир. – Ну вот другие регионы сейчас, на ваш взгляд, можно ли говорить о том, что они симпатизируют настроением Новороссии? Или они нейтральны, или они симпатизируют Западу? – Знаете, у нас с вами нет результата вопроса. Опросы подобные сейчас в той обстановке, которая на Украине, они, скорее всего, даже и невозможны. Но на основании того, что мы знаем, я вот все время, последнее время спорю и доказываю, говорю, не надо подавать вот этот конфликт как конфликт между русскими и украинцами. Это, кстати, и русские очень хотят подать этот конфликт как конфликт между русскими и украинцами. Говорить так, значит, не знать, что такое население, вот, например, Донбасса. Ну да, там много русских, но там все равно преобладают украинские граждане, там вообще подавляющее большинство. А те, кто себя декларировали украинцами, тоже их очень много. Но это не значит, что они за... Это не одно и то же, что житель Ивана Франковска. Это не одно и то же, что вот эти, кто там вровно, Сашко Билый, где его этот... Это совершенно другие люди. Я почему-то усиленно говорю, это важно, как люди сформировались. Они сформировались в Российской империи, потом в СССР. Западная Украина была нами, благо, приобретена в 1939 и 1945 годах. Это совсем-совсем одно поколение и не более того. Поэтому у них так живучие спрашиваются, все спрашивают, а почему? Ну, вот они там бандеровцы, условно говоря. Ну, потому что их отделяет всего одно поколение от их отцов и дедов, которые там с оружием в руках сражались против Москвы и сражались против Восточной Украины. Все очень понятно. Сами они принадлежат к Австро-Венгрии и к Польше. Между прочим, хорваты тоже были частью Австро-Венгрии с XI века. И у них католицизм. И в Польше католицизм. Это все факторы надо учитывать. Надо понимать, что это люди, сформировавшиеся совершенно иначе. Иначе. И не надо тут отыскивать какие-то там, ах, мы славяне. Ну, что, славяне и сербы, и хорваты, славяне, у них вообще разница. Всегда был сербско-хорватский язык. Это один и тот же язык. Разница приблизительно в 300 слов. У хорватов больше на 300 иностранных слов. Это точка. Это один язык. Это фактически более или менее одна и та же кровь. И посмотрите, как яростно хорваты уничтожали сербов во время Второй мировой войны. И поэтому удивляться вот таким завихрением не стоит. Вот разница культуры, разница традиций, разница государственностей. Она прививает народам вот такие неприятные привычки. Это вот, вот считайте, западная Украина, это наши хорваты. А мы, предположим, сербы. Вот что-то вроде этого. Вот просто интересно, если взять там тот же самый Киев. Там ведь и представители вот западной Украины, то есть про-западная настроенная, и те самые, ну, и мы, и русские, и украинцы, и про-российские настроенные. Все собрались, да и во многих городах же, наверное, все перемешалось там так же на Украине. Как вот им дальше жить? Вот, как им дальше жить? Знаете, народы не спрашивают. Они ведут борьбу. И кто одолеет? Кто сильнее? Да, конечно. Они ведут борьбу. И никто их не может заставить. Если они раскачались, если донецкие шахтеры раскачались, они раскачались, вы все представляете? Они что, сейчас испуганно побегут? Да они каждый день спускаются в шахту, не знают, вернутся ли они живыми. Это такая профессия. Вы видели этих здоровых мужиков этих? Мужик, когда-то, об колено сломает кого угодно, без оружия. Я, ей-богу, не верю, вот, что это будет какая-то равная гражданская война, где, с одной стороны, тут артиллерия, тут артиллерийский полк, здесь там какие-то вертолеты. Все это не будет так. Будут все равно захватывать города в этом русском, на русском востоке Украины и на юге. И, в конце концов, просто будет понятно в этой среде, что быть против вот этого народного ополчения, значит, ты изгой, ты предатель, ты никто, поэтому все будут за. И теперь, понимаете, что мы видим? Мы видим карательные экспедиции, мы видим вражеские экспедиции на восток. И как должно это население? Оно будет получать все больше и больше такой идентификационной энергии. Оно будет понимать, что мы — это мы, а они, прилетающие к нам и стреляющие нас с воздуха, это они. Ну вот восток, получается, консолидировал, сейчас поднялся. На ваш взгляд, означает ли это, что там русские и украинцы, которые живут на Западе, которые не хотят жить вместе с правым сектором, вместе с нацистами, что им надо уже, не знаю, уезжать оттуда? Я думаю, что многие решат для себя эту проблему индивидуально. Так вот, и скорее всего, и уедут, и уезжают. Я помню, когда началась эта проблема у Киева, проблема с Крымом, то наша миграционная, как федеральная служба иммиграции, или как она у нас называется, давали потрясающие цифры. Где-то там под 175 тысяч уже уехавших. А потом вдруг эти цифры исчезли, и нам стали говорить, что никто не уехал. Я думаю, что люди уехали, их подсчитали, и они продолжают уезжать. Но просто по какой-то причине России невыгодно называть вот это. Тем более, ну как, ну что, бежали из Крыма, набежали же в Россию. Бежали самые, ну слабые назовем, те, кто не хотел противостоять, кто боялся, что в Крыму будут беспорядки. Вот взяли там 175 или сколько там, ну больше тысяч, уехали. И я уверен, что точно так же идет отток людей из такого типа, о которых вы сказали, идет отток из западной части Украины. Мы просто об этом не знаем, кто что там, кто-то погрузил свои пожитки, сел в автомобиль с семьей и поехал. Ну то есть, я так просто это представляю образно. Трагедии многих, многих семей. Трагедии, да, а что говорить? Ну видите, уроды в ответ на захват зданий мирный стали бомбить людей, убивать их. Уроды, военные преступники. Их повесят однажды, кто-то повесит. Может быть, мы с вами. Задумался опять. Там, в Киеве, вчера вы тоже... А что вам останется делать? Я пойду, скажу, пойдемте вешать. А вы, что скажете, что вы не пойдете? Пойдемте с Эдуардом Лимоновым. В Киеве вчера также пришли к зданию Рады с Майдана и правой сектора. Потребовали, чтобы туда в течение количества времени явились Аваков, Турчинов и вся их славная компания. И требуется с них результат вообще, что происходит, почему они не могут навести порядок на Востоке. И уже как-то им намекнули, что может появиться и новый Аваков, и новый Турчинов. И мне так стало интересно вас в этой связи спросить, вот, не знаю, вы, плохо говорить, вы Аваков, но, вот, не знаю, или Турчинов, исполняющий обязанности. Вас назначат исполнять обязанности Турчинов. Вы что будете делать? Вот сейчас просто... Это невозможно, потому что это невозможно, да? Это невозможно, потому что это невозможно. Я бы не стал навязывать огромному количеству населения вот какую-то волю небольшого количества населения. Это, во-первых, безнадежное дело. То есть Турчинов лучше сейчас, если там какие-то остатки что-то есть, сложить и... Нет, ну это, видимо, человек тщеславный, но он же, наверное, понимал, что происходит. Он же пошел на это, он принял эту очень сложную миссию, тяжелую, которую явно надо в один... Он же понимал, в один прекрасный день придется принимать неприятные и кровавые решения. Вот, о которых мы сегодня говорим. Да, о которых мы говорим. Он пошел на это. То есть он знал на что? Ну, конечно, знал, а как? Вот уж он не предполагал, что будут... Он, может быть, не знал точно, что вот восточная Украина там... Но он понимал, таким людям кладут на стол рапорты спецслужб о происходящем в стране. Можно иметь представление о том, что действительно происходит, где какие настроения. Он знал все, придется подавлять, он понимал. Но они пытались напугать, видите, вот все эти недели. Почему? Они вот этими ультиматумами, они все пугали. И потом, видимо, у них не было под рукой нужных сил. Да, они куда-то все ездили постоянно. Но, слушайте, помните нашу недавнюю историю, когда с весны 1993 года были напряженные отношения между нашим парламентом, Верховным Советом России и господином Ельциным. И только в сентябре это все разразилось. И потом в начале октября был кровавый кризис и 173 убитых. Это все не сразу делается. Это так нагнетается. То есть сейчас начало, в общем, силового или кровопролития вот этого этапа. Сначала, ну, это гражданская война, это эпизоды. Ну, не надо представлять себе гражданскую войну, как вот 18-й год, да, армии Колчака, от Деникина, там, идут на Москву. Все это не совсем так. Вот гражданская война вот в степях Донецкой области. Сейчас полминуты у нас до новостей. Хотелось новую тему брать, наверное, сейчас уже. Давайте какую-нибудь мелкую тему. Вот, ну, не мелкую, но заявление Дмитрия Медведева, от которого я хотел тоже оттолкнуться. Давайте начнем хотя бы. Вот миротворческих контингентов, как правило, только консервирует проблему, говорит Медведев. А мы помним, что из Донецка звали миротворцев. Это, видимо, размышления вслух. Он, наверное, ему где-то сказали, товарищи по правительству, давайте введем контингент. А он отвечает вот так вот, в такой форме, на вопрос, только консервирует проблему. Ну, введите не миротворческий, а введите с боевым оружием, и всем будет хорошо. То есть миротворческий, на ваш взгляд, означает ли это заявление, что миротворческий контингент сейчас мы вводим? Это такое заявление, которое можно толковать, как вот пифия, да, это греческое. Дипломатическое. Она что-то, нанюхавшись пару в серы, она там излагала какие-то очень... Это то, что... Это, да, это нанюхавшись дипломатическое заявление. Публицист Эдуард Лимонов продолжим сразу после информационного выпуска. Программа «Без вопросов» на Русской службе новостей. 20 часов 33 минуты в Москве, вторник. Москва, Русская служба новостей. В студии, как и всегда в этот день, этот час. Эдуард Лимонов делает так, чтобы у нас с вами вопросов не осталось. Сейчас по ситуации на Украине. Плюс семь девятьсот двадцать пять, сто один, сто семь и ноль. Номер для смс-сообщения русновости.ру. Там зеленая закладка «Задать вопрос» прямой эфир. И веб-трансляции вы можете видеть Эдуарда Лимонова сейчас в студии на РСН. Еще в продолжении темы Медведева, он в Фейсбуке опубликовал пост по ситуации на Украине. Ну, там несколько тезисов. Один из них хотелось бы выделить, процитирую. «Но нет худа без добра. Теперь многим людям стали понятны истинные намерения лиц, захвативших власть в Киеве. А значит, стал виден путь к справедливому обществу. Он состоит в том, чтобы народ мог сам выбирать свою судьбу». Несколько здесь вопросов. Действительно ли можно видеть путь к справедливому обществу? И вы видите плюсы в той ситуации, которая сейчас складывается на Украине? Ну, слушайте, народ делает это. Ни вы, ни я, вопреки тому, что говорит там Обама или еще кто-то. Мы-то знаем, что это инициатива вот этих людей, которые там живут. И подделать это невозможно. И мы знаем, как трудно раскачать подобного рода людей на какие-то подобные поступки, чтобы они вышли, чтобы они там оккупировали здание. Вот нацболы оккупировали здание в свое время, и сейчас иногда это делают. Но это политическая партия. Тут простые люди, мы их никто не знаем. Они не принадлежат никакому политическому движению. Это народное возмущение. Пора об этом Западу подумать и прекратить вонять на всю планету. Это народ хочет. И видите, и Медведеву неудобно, ему нехорошо. Он говорит что-нибудь. Лишь бы... Ну, я надеюсь, что он все-таки придет в себя, и наш верховный главнокомандующий придет в себя. Они же все-таки недавно в случае с Крымом поступили правильно. Будем надеяться, что они и в этом случае поступят правильно. Но если не поступят, мы поступим правильно. Мы. Я говорю в данном случае не только о себе, потому что, ну что, я известный человек, и мои воззрения понятны. Но никто не будет терпеть. Никто не будет смотреть, как сотни наших братьев гибнут там под огнем. Вот сегодня четверо погибли. И что, мы будем сидеть тут и продолжать рассусоливать, и говорить там о правах человека. Но есть, конечно, такой животный контингент, и в нашем обществе, который просто бравирует своим предательством. Новодворская и Боровой. Да, вот то, чего я хотел спросить. Выступали, да, зачитывая там что-то на украинском. Ну, это животные. Вот животные. Так, понимаете, у человека есть теплота по отношению к себе подобным, к тем, кто живет рядом. А эти люди почему-то не размахивают своей этой откровенной, своим русофобием. Самый простой способ их заткнуть, это все-таки серьезно понять, что это животные, и не давать им слова. Я думаю, что это самый разумный путь. Не запрещать, не изгонять, а просто не давать им слова, и кто будет знать. А в интернете, по-моему, все выкладывают? Слушай, ну, я не... Я думаю, что... Просто надо понять, что это животные, которые еще и... Им это нравится. Нравится. Вы знаете, когда-то, много лет тому назад, я еще знать не знал, кто такая Новодорская, она мне передала свою книгу, это какие-то 90-е годы там, передала свою книгу с надписью, там что-то, Эдуарду Лимонову, с тем, чтобы он... Пусть он знает, кого он будет вешать. Вот такие вещи, да. Я сказал своим товарищам, написал, смеясь, что ни в коем случае и пальцем ее не трогать, потому что она мазохист, который хочет, чтобы ей причинили там боль или что-то. Это клиника, мы не имеем права с больными иметь дело. — Откуда столько ненависти к России? Не только у нее, не только у них. — Вы поймите, люди все, одевая яркие тряпки, хотят выделиться. Новодворская неприятная толстая женщина. Ей же надо как-то, вот чего, она хочет тоже занимать какую-то свою... Посмотрите на меня, я пожилой человек, но я такой благообразный, у меня такая бородка старого русского... — Подтянутая. — Интеллигента, да, подтянутая. Я вот сегодня простужен, больной, но это не портит меня до такой степени, как природа испортила Новодорскую. Давайте будем честными. Для женщины очень важен ее лук. А лука нет, она хочет быть оригинальной. Она однажды в моем присутствии подняла... Это был, по-моему, какой-то... Не помню, 96-й, что ли, год. Тост, тост, тост. Это были где-то там какие-то телевидения, журналисты. И она подняла тост за победу чеченского оружия. Я сказал, я взял микрофон и сказал, я сказал, вы дура. И жаль, что вас не слышат родители, солдат, которые погибли в Чечне. Они бы вас растерзали тут на месте. Она постоянно занимает такую самую отвратительную позицию, пытаясь этим отличиться. О ней не стоило бы много говорить, но это в ее этом феномене, как в зеркале, наше общество еще отражается, часть нашего общества. У нас есть такие люди, конечно. У нас есть такие люди, которые бравируют своей вот этой, бравируют ненавистью к народу. Бравируют, просто считают себя. Публицист Эдуард Лимонов. Через несколько секунд продолжим. Продолжаем с Эдуардом Лимоновым. Еще две женщины, которых хотелось бы вас спросить. Во-первых, новостка не женщина. Была. Не в счет. Не в счет тогда о женщинах. Новость сегодняшнего дня, что в России снимут фильм про Юлию Тимошенко. И мы здесь поговорили. Есть сценарий, там что-то уже подобрали. Говорят, что вот такой образ интересный для сюжета. Что это будет художественный фильм? Художественный фильм про Украину. Или памфлет. Про Украину. Нам сказали, что конец для главной героини не очень хороший там будет по сценарию. Я-то несколько про другое. Если брать тот аспект... Мы видим сегодня украинских политиков. Я вас про Турчинова спросил. Вот Юлия Тимошенко, на ваш взгляд, хорошо было бы, если такие политики были в России? Потому что заявление, которое мы слышим от нее с Украины, она постоянно говорит про Украину, про ее целостность, про врагов Украины. Она говорит все для того, чтобы ее выбрали. Одновременно она, конечно, совершила просто идиотский поступок, когда ее записали, этот разговор телефонный, где она говорит о том, что она хочет русских расстреливать, расстреливать из ядерного оружия. И, конечно, здравомыслящий политик этого бы даже во сне не проговорился бы. Даже если вдруг он так настроен. Потому что это более восьми миллионов, а по некоторым данным еще больше. Еще сочувствующих наберется несколько миллионов. То есть она уже сегодня, можно понять, что никакие выборы она не выиграет. И несмотря на все эти вот ее заявления. Потом, если смотреться в глубину, чем она нас очаровывала с вами какое-то время? Она нас очаровывала своей... Во-первых, она женщина. Она была, ну, может быть, я надеюсь, для нее и осталась привлекательная женщина. Уже не молодая, с этой своей знаменитой косой. Образ Украины, самой Украины. Была такая писательница украинская, конца 19 века, начала 20-го, Леся Украинка. Вот она тоже была, видимо, и даже, видите, взяла себе псевдоним такой. Вот Юля. Вот она жила и что-то делала. Но если мы отвлечемся от этого образа, то что мы видим? Мы видим банального премьер-министра Киевского. Человека, погрязшего похуже Навального во всяких махинациях. Везде у нее какие-то нелады были. Как это нередко бывает в политике. С законом, да-да-да. И кто она? Она кто? Че Гевара в юбке была? Да никогда. И вся ее популярность держалась на этой косе, на ее женской привлекательности. И точка. А она не умнее Януковича. Они все играли в такой политический пинг-понг. Три бывших премьера. Ющенко, Янукович и Тимошенко. Они затрахали всю Украину своей. Теперь появился Майдан. Это другая история. Как свежий гнилой воздух подул. Все хорошо. Все отлично. Появляется Юля. И уже вы видели, ее же особенно не приветствовали на Майдане. То есть уже как бы, ну, ты хорошо, ты вот отсидела. Все прекрасно. Пойди там причешись, приведи себя в порядок. Ее время прошло вот это, когда можно было соблазнять страну с помощью ее косы этой. Коса уже не катит. Нет. Нет. И она ничего никогда не предложила. Вообще в Украине как таковой политики никогда не было. Чем объясните мне, если политика это то, что Ющенко разрешил парады в честь Степана Бандеры. Это что, политика? Это просто-напросто потакание определенным нехорошим традициям, которые еще больше разделили Украину и которые еще больше ее разломили пополам. А где политика? Они что, предлагали какие-то, я не знаю, народный социализм предлагали? Не предлагали. Нет, не предлагали. Страна осталась во власти гнусных каких-то олигархов, которых у нас уже таких олигархов даже давным-давно нет. У нас есть свои более такие как бы working class такие олигархи, там, Прохоров, там, как бы. Тоже терпеть не могу олигархов даже в образе Прохорова. Но мы современнее. А что у них? Страна просто где-то на пороге, живет на пороге, не знаю, там, индустриальной эры еще. Заводы стоят большинство. Лепешки в масле там продают на вокзалах. Все нормально. Отстали вообще ничего. Она ничего не предлагает. Ничего. Сейчас появилась ненависть, появился внешний враг. Появилась Россия. Убиваем русских. Это наша политика. Ну, попробуйте. Мы это тоже народ серьезный. Да нет, что тут отпор? Даже не отпор. В порошок сотрем и в конвертиках пошлем родственникам. И второй персонаж. Ну, так что у нас слушатели, мы обещаем, к концу программы. Но тоже не могу не спросить. Сегодня отмечают очередной день рождения Аллы Пугачевой. Я равнодушен. Пугачева это Россия. Я ей увлекалась, а я в это время даже не находился на российской территории. Она мне, честно говоря, не интересна. А я вас не про нее. Скорее про вот этот культурный феномен, культурное явление. Насколько отражает? Я думаю, что это праздник для Филиппа Киркорова, для Галкина, еще для кого-то. Вот пускай они его и празднуют. А что мы тут? А состояние общества как-то отражает сегодня? Ну, слушайте, у меня есть же 65 лет. Если бы я был женщиной, я бы уже это сделал бы свои выводы все-таки. Ну, там блонди пляшут. Ну, пляшут, похоже на смерть мой ровесник, великий музыкант Миг Джаггер. Ну, это все феномены такие курьезные, да? Потом все-таки надо... Миг Джаггер, наверное, умрет на сцене от разрыва сердца. Посмотрим, буду ли я прав. Про Джаггера. Про Джаггера. А Пугачева никогда не умрет. Не, а если... Знаете, как был этот... Какой-то кот консервы рекламировал. Когда он умер, то подобрали точно такого же кота. Макс, что ли, кот. Такой рыжий кот. Точно такого же. Друг Пугачева умрет, и подберут точно такую же Аллу Борисовну. Я ничего не имею против этой добросердечной женщины. Я просто не отказываюсь себе в удовольствии позубоскалить немного, хоть и война. Вот. Но я вот в этом аспекте-то, в нашем каком-то культурном положении сегодня, потому что вы представляете, в принципе, ориентированные... Ну, понятно, какую часть общества подпатриотически настроен... Я не старый патриот. То есть, если вы поняли, старый патриот, это не от возраста. Это имеется в виду такие там, мы самые на-на-на-на. А я просто говорю, мы офигенная северная такая злая нация, молчаливая такая. И склонная ко всяким ипохондрии, к меланхолии, к мизантропии такая, к пессимизму жуткому. Но я вам говорю, ребята, что кроме этого мы еще офигенные, мощные, мощные мужики у нас, отличные женщины. И как бы это... Вот они сейчас радуются. Вот получилось что-то, да, с Крымом. Это надо понимать. Тут никакой интеллигентишка с его тысячей выкладок, там, пониманием, там, с его этим в мозгах, там, в левом мозжечке, там, права человека, в правом, там, еще что-то, пацифизм. Все это дурь. Иногда надо быть попроще. Иногда надо понимать. Я, извините меня, ну, не знаю, признанный интеллектуал и довольно, как бы, ну, не слабый. Но я становлюсь простым, как весь мой народ. Когда я вижу вот этих вот шахтеров, я на их стороне. Я с ними работал когда-то на всех харьковских заводах. Мне эти люди понятны. Я завтра... Я сидел с такими людьми в тюрьмах, в конце концов. Меня завтра среди них вот помести, я буду как рыба в воде, потому что я понимаю, что надо быть, надо быть порой, это обязанность. Ты все равно плоть от плоти и крови этих людей. И ходить и хвастаться, что ты, сукин сын, пошел на какой-то митинг, где там стояло несколько тысяч человек, и все вы выступали против России и против присоединения Крыма. Ну, слушайте, если будет военное положение, то за это судить можно уже. Это уже будет расцениваться как преступление. 788-107-0. Телефон прямого эфира сейчас для вас, чтобы вопросов не осталось. Сообщений очень много. Эдуард Вениминович, передадим. Посмотрит. Ну, давайте сейчас звонки. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Я вот хотел тоже вспомнить про Тимошенко, что она была в свое время связана с Березовским. Деньги у него там, по-моему, брала на выборы. Потом, в общем, и Березовский так сильно тоже влиял там на украинскую жизнь. Услышали вас, да. Вопрос, наверное, не будет. Давайте еще 788-107-107. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте, Алексей Москва. Алексей, пожалуйста, ваш вопрос. Да, я был в миграции, читал Эдуард Лимонов, очень много рассказов. Я ездичка. Хотелось бы понять, как писатель и поэт, он хороший человек, но вот как политик, мне кажется, он все-таки не конец, мне кажется. Алексей, вопрос, вопрос конкретный, конкретный вопрос. Вопрос конкретный в том, что сегодняшняя ситуация просто не может как бы перенести на данный этап. Понятно, вопроса нет. Ничего нет. 84-й вас спрашивают. Есть неприязнь только какая-то, неизвестно, на чем она покоится. Неконструктивно. Киевская хунта таки втягивает мир в Третью мировую. С подачи шефа ЦРУ спрашивают 84-й. Здесь много, вот несколько сообщений я пролистал. Не надо упрощать вот эти все истории, сразу там Третью мировую. Слушайте, а вдруг не Третью мировую? Вот так и будут там бегать по Донбассу и по другим областям. Прямо Третью мировую. Подождите, поперек батьки в пекло не надо нырять. Вот сколько... Есть очень много стереотипов мышления. Там Третью мировую войну, ЦРУ, та-та-та, пошел, 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 пошел. Увидим, увидим. Это пытаются нагнуть народ Востока Украины. Не нагнут, я говорю. В том числе и из ЦРУ. Для чего он приезжал? Ну, он приезжал, потому что это паскудная империя Соединенные Штаты. Они хотят, где что-то происходит, вот они хотят где-то наварить, да, чего-то. Они хотят, чтобы была Украина прозападная, форпост нападения на Россию, так или иначе. Поэтому ничего удивительного в том, что появился директор ЦРУ, нет. Никакого удивления у меня не возникает. Другое дело же, почему никто не дал ему по голове где-нибудь, поймав его в темном углу. Вот это вот большое... Не доехал до темного угла. Да, да. Не рискнул. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Эдуард, у меня к вам вопрос. Вот в оставшем в Донецке, в Луганске, им же нужна юридическая поддержка. Почему Янукович вообще молчит, не издает никаких указов, которые противодействовать могли бы тем законам, которые изменили в Киеве? Вот. Не могли бы вы... Спасибо, Василий. Ну, какая юридическая поддержка? Люди стреляют друг в друга, там, с самолетовцы сыпятся огонь, там, и бомбы летят, а вы, говорите, уже поздно говорить о юридической поддержке. Тем более, Янукович укрылся где-то в Ростовской области. Я приблизительно даже знаю, где он, но не скажу, так жалко как-то. В Ростовской, не в Подмосковье? Нет, в Ростовской. И это самое... Чего? Он убежал. Он легитимный, я согласен тут с руководителями нашей страны, которые говорят, он легитимный президент. Правильно, он легитимный президент. 25 мая изберут кого-нибудь другого, но он все равно останется легитимным президентом, потому что 25 мая выборы будут заведомо не свободны. Идет война. Я думаю, что Восточная Украина в этих выборах вообще откажется участвовать, будет бойкотировать. Я надеюсь на это, что у людей хватит ума, несмотря на присутствие Добкина и даже Олега Царева. И поэтому, видимо, он и останется. Но, знаете, грош цена всем его начинаниям и декретам, которые он сейчас будет выпускать. Ему не верят. Вот в чем вся история. Он не авторитет ни для кого. 788-107-0. Успеем еще, наверное. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Алексей Москва. Да, Алексей. Боже, Эдуарда. Ну, как и мужчина, как и политика. Ну, как мужчина, он доказал Шендеровичем, что они мужики реально. Ой, начинается. Давайте ваш вопрос конкретно. Что ты, Шендеровичем, Шендеровичем, Шендеровичем. Что, непонятно, что это была фальшивка, идиот. Конкретный вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Егор, Москва. Ну, ты, Эдуард Змениаминович, объяснил, почему Западная Украина нас так люто ненавидит. А может, как-то прокомментировать отношение Запада к нам? Почему такая ненависть, гранича со страхом? Да, спасибо. Интересный вопрос. Действительно, почему у нас Запада? Нет, да вы знаете, я бы не стал, вот как старые русские там кричат, что все нас хотят уничтожить. Ничего, это бизнес, это хладнокровный бизнес. Если можно куда-то воткнуться, они увидели, что можно войти в Украину и распространить там свое влияние. Они вошли и стали там работать. Это любая большая сила. Европейский Союз и Соединенные Штаты – это самые крупные империи в современном мире. И они вошли, так же, как Ассирия там куда-то входила в стародавние времена, так же, как Рим куда-то под видом, да, протектората, там, давайте мы вас защитим от врагов. И так они брали, или там, Лидию, Мидию, все государства того древнего мира. Так ничего, природа власти не изменилась. Поэтому можно вопеть сколько угодно, говорить, ах, Соединенные Штаты. Слушайте, а что наша власть смотрела все эти годы? Куда она глядела? Почему отдали такие пространства в девяносто первом году, чёрт побери? То есть у них только деньги? Причем здесь деньги? Я что, говорил о деньгах? Я говорил о том, что большие государства, они хотят доминировать всех и весь мир. И это абсолютно понятно. В этом нет ничего хорошего, но только этого от них можно ожидать и больше ничего другого. Публицист Эдуард Лимонов, ждем вас в следующий вторник. Спасибо. Спасибо.